Пасха, которую отметят воскресенье, это центральное событие в духовной жизни христиан, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Согласно православным богослужебным книгам, праздник Пасхи настолько превосходит все торжества, насколько солнце превосходит звезды. И, конечно, верующие были вдохновлены предложением таллинского мэра отменить ограничения не 3, а 2 мая, с тем, чтобы люди могли при соблюдении всех карантинных строгостей прийти в церковь в этот день. Ведь все богослужения этого праздника особенно торжественны и проникнуты чувством единства, которое придает особую радость. Но аргументы мэра не убедили правительство, которое, кстати, не было единым при решении этого вопроса. Например, министр здоровья Тан Эль Кейк поддержал на кабинетном заседании идею Кылварта. Должен признаться, мне очень жаль, что это предложение не было учтено и его не взяли во внимание. Но я все же надеюсь, что верующие смогут достойно отметить праздник в кругу семьи и посмотреть трансляцию богослужения по интернету. Конечно, мы надеемся, что церкви станут в ближайшее время открытыми, а богослужения более доступными. И к следующему Рождеству, а, конечно же, и к следующей Пасхе подобные ограничения уйдут в историю. В общем, по мнению мэра, правительство упустило шанс продемонстрировать реальное понимание забот и надежду русскоязычного населения страны. В отличие от городских властей, которые, например, даже изменили графики движения некоторых маршрутов городского транспорта в связи с традициями русских жителей страны, например, посещение кладбища на Пасху. Это не православная традиция, но все же народ привык отправляться на могилах своих близких. И важно, чтобы в такие дни в транспорте не было толчии. В воскресенье будут уплотнены в графике на тех линиях, которые идут в направлении кладбища, то есть это 34-й в сторону Муга, это 49-й. Также те линии, которые идут в сторону Ныме, то есть 23-й, они будут уплотнены. И также вместо коротких автобусов мы туда на этот период поставим более длинный подвижной состав. То есть все для того, чтобы было, во-первых, как можно более безопасно, во-вторых, для того, чтобы удовлетворить тот повышенный спрос по сравнению с обычными воскресными днями. И все-таки напомним, что Пасха – это праздник жизни, победа Христа над смертью. Она ведь и отождествляется с возрождением жизни в природе. В день Пасхи прекращается всякий пост, скорбь и печаль. Сам праздник отмечается церковью в течение недели и постоянно звучат приветствия. Надо говорить «Христос воскрес!» и ответ «воистину воскрес!». В эти непростые дни людям и верующим, и тем, кто не воцерковлен, так нужна надежда, которую и несет предстоящий праздник. Продолжение следует...